Всем привет, ребята, добро пожаловать на канал Пирожок с Ничем, меня зовут Роман, и сегодня мы с вами поиграем в Гринч Симулятор. Мы с вами поговорим также сегодня, вот, собственно, я вам всё расскажу, много всякой информации, и давайте начнём с того, кто такой Гринч. Гринч, если вы не знаете, я думаю, все знают, это человек, точнее, персонаж, вымышленный персонаж, естественно, не переживайте, который ворует у вас, ребятки, подарки. Ну, конкретно у вас, не знаю, ворует ли он, но он подворовывает подарки. И мы сегодня будем заниматься тем же самым, мы будем бегать просто по карте и собирать всякие подарочки, то есть тоже воровать эти подарки у бедных детишек, так сказать. Кстати, а кто я на карте? Я немного не понимаю, а, всё, понял, я, я синенький, окей, окей, мне не сложно. В общем-то, ребятки, сегодня я попробую украсть как можно больше подарков и победить в этой мини-игре, хотя я в неё очень мало играл за последнее время, я не знаю, смогу ли я хотя бы немножко вытащить как-нибудь, вряд ли, вряд ли, вообще вряд ли. Но у меня шестая позиция, ребятки, у меня шестая позиция, это довольно-таки плохо, ну, как я считаю. Ну, так вот, в общем-то, давайте вообще поговорим об этом канале. Кто впервые узнал об этом канале Пирожок с ничем, ребятки, это ЯКомпот, если вы меня не узнали. Ну, а канал Пирожок с ничем, тут я представляюсь Романом и играю как бы просто так в Майнкрафт под своим именем, просто в разные мини-игрульки, разные интересные ролики снимаю разговорные и так далее, и тому подобное. А теперь давайте отвечу уж на вопрос подписчиков бывалых. Так, тут больше подарков, нет, нет, тут больше вообще нет подарков, нужно, ребятки, куда-то вот сюда вот бежать в этот домик, тут должны быть подарки. Хотя давайте отсюда тоже бежим. Так вот, почему не было, ребятки, роликов? Ответ банальный, такой же, какой и вопрос. Потому что, ребятки, не было просто-напросто у меня времени. Вы скажете, чё? Неужели у тебя не было времени сесть и снять ролик на канал Пирожок с ничем? Ведь на компоте ты ролики снимаешь каждый день. Почему так? Почему вот у тебя иногда получается находить время, а иногда не получается, ребят? И сейчас я вам всё расскажу на эту тему. Так, там ничего нету, окей. Я думаю, отсюда надо выбегать, ребятки, и прыгать по крышам. Я считаю, что нужно прыгать по крышам, только фиг мы, наверное, до этих крыш доберёмся. Давайте лучше бежать на крестики. Кто не знает, крестики это там, где лежат наши подарочки, любименькие. Вот, например, нам туда надо, блин, сейчас чихнул, кажется. Ну так вот, в общем-то, рассказываю дальше. Почему так всё? Дело в том, ребятки, что очень тяжело, очень тяжело реально всё это успевать. Вот как раз-таки это основная причина. На компоте людей меня смотрят больше. И, естественно, там я кроликам просто неимоверное внимание уделяю, поэтому и не успеваю. И тут у вас появляется встречный вопрос. Ну, ё-моё, компот-компотич. О, крыша это козырное место, тут дофига должно быть подарков. Компот-компотич, ну, блин, ну хватит нам воду заливать. Ну, когда-то же ты успевал и на компоты снимать, и на пирожка снимать, все дела. Ну да, но вы учитывайте то, что я улучшил свой контент в декабре, и поэтому времени совсем не было. И ладно бы, блин, там столько подарков, я хочу туда. И ладно бы, ребятки, время ещё было. Но это просто жать. Потому что дело в том, что я не так много сижу за компьютером. Я постоянно в работе, все дела. И из-за этого я как бы не сажусь вот так за компьютер. Не одеваю специально для ролика. Не там волосы укладываю специально для ролика. Нет, я просто сажусь, делаю какую-то работу и ухожу, ребятки. Вот такие вот дела. Поэтому как бы времени не особо у меня много. И поэтому я даже, наверное, бы этот ролик не записал. Опа, как же тут полно подарков. Я бы, наверное, даже этот ролик не записал. Но я его хочу записать только, ребятки, потому что... Ну, блин, как-никак 31 число. Надо же что-то записать, ё-моё. Знаете, только из-за этой мысли. Только из-за того, что надо. То есть вот такой вот подход мне не нравится. Мне нравится, когда у меня есть реально время. А вот не поверите, у меня даже сейчас времени нет, потому что сейчас я должен уезжать, ребятки. Уезжать и причём очень быстро. Но я записываю, ребятки, это видео. Вот, видите, и так не первый раз. Предыдущее видео, которое вышло на этом канале, по-моему, месяца два назад или месяц назад, я тоже записывал в гигантских торопях. Я просто так торопился. Вы даже не представляете. И так всегда. Я не знаю, почему он так реально всегда выходит на этом канале. Если раньше почему-то было время, то сейчас тот же логичный ответ, почему-то его не осталось. И главное, никто не знает, почему. Мне даже мои думают... О, подарки, подарки, нет! Чёрт, конец игры. Ну, что ж, ладно. Я бы всё равно не допрыгнул. Давайте ещё раз сыграем, потому что мне, в принципе, эта игра понравилась. Мне все абсолютно говорят, все мои друзья ютуберы, все мои подписчики и так далее, тому подобное, говорят, типа... Рома, ну, ё-моё, не снять ролик на канал, ну, чё там снимать? Зашёл в мини-игру, поиграл, побегал. Я говорю, не-не-не-не. Не, это немного, ребятки, не то. Зашёл, побегал в мини-игру, это, не знаю, какой-нибудь, ну, такой канал, которым не хотят заниматься. Так сказать, я очень хочу заниматься этим каналом, но, к сожалению, реально нет времени. И это не типичная отмазка по типу, нет времени, и всё. И всё, чё вы мне скажете? Не скажете же, прибавь время себе, да, правильно? Но, ребят, правда, нету времени. И я сейчас абсолютно серьёзно говорю, то есть без всяких там шуток и так далее, и тому подобное. Вот сейчас, когда я доиграю эту игру, может быть, ладно, ещё одну сыграю, потому что мы с вами давно, ребят, не виделись, давно не разговаривали. Вот такие вот дела, ребятки, именно из-за этого, собственно, так редко тут выходят ролики. Только из-за... вот даже, знаете, иногда вот, допустим, я закончил снимать на Компота ролик, к примеру, тяжёлый, долгий ролик снимал, и у меня появилось ещё время. Ну, и я, типа, такой думаю, знаете, а почему бы не снять ещё один ролик на Компота? Потому что на Компота очень тяжело ролики снимаются, на канал Компот, вот. И я такой думаю, блин, ну у меня же есть время, чтобы снять ещё ролик на пирожок с ничем. О, я на третьем месте, ура, 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 ура. Ну и вот, я думаю, а почему бы ещё один ролик реально не снять? Ну, неужели нельзя? Неужели реально нельзя это сделать? А потом я такой думаю, нет, правда нельзя, потому что нужно снимать на Компота. Основной канал, это у меня в данный момент Компот, ребятки. Вот такие вот дела. Там я реально стараюсь над роликами, думаю, а тут успею. И так всегда откладывается, откладывается, в общем-то, ребятки, два канала Иметь для меня это очень-очень тяжело Вот такие вот дела Вот такие вот дела Но, этот канал эксклюзивен, ребятки, знаете чем? Этот канал эксклюзивен тем, что, где я еще, вот скажите О, меня вытеснули с третьего места, о нет, о нет, о нет Где вы еще увидите, чтобы я вот так вот брал Опа, я видел там подарок Чтобы вот так вот брал и с вами просто общался, разговаривал На канале Компот нет, там выходят ролики по сценарию, по сюжету заранее прописанному, то есть я всё там круто так делаю, чик-чик-чик, монтажик и все дела и так далее и тому подобное, поэтому, ребятки, только здесь, ой, я вернулся на третье место, только здесь, ребятки, вы сможете увидеть такой контент, только здесь и только здесь. Так, я вижу ещё один подарочек, но меня хотят обогнать, ребятки, я с каким-то челиком иду прям в разрез, посмотрите на это, опа, сюда я нахожу ещё один подарок, смотрите, я прям как третье место жёстко регулирую, так-так, 19 подарочков, 20, 21, воу, у него нет шансов, 22 против меня, у этого чувака нету шансов, хотя, может быть, и есть, может быть, я чё-то фигню какую-то несу, так-так, тихо-тихо-тихо, я должен хотя бы тут занять третье место, потому что, блин, для меня это будет вообще дикий, дикий ор, потому что я, ну, не то, чтобы играю в эту игру, очень часто, я бы даже сказал, я в неё играю, наверное, раз третий, один раз на стриме у своего друга играл, и то с горем пополам я играл, параллельно сидел в телефоне, параллельно играл и бегал, подарочки собирал, вот такие вот делишки, ребятки, да, вот, и я сейчас реально записываю этот ролик из побуждения того, что, блин, хочется всё-таки какой-то хотя бы последний след оставить в этом году, ребятки, в 2020, 31 числа, осталось 60 секунд, но мне кажется, меня уже никто не вытеснит отсюда, хотя, наверное, тут чувак сейчас напрягётся, напряжётся и вытянет меня, сундуки не открываются, понял, давайте искать, где подарочки, в этом доме есть подарок, в этом доме, ребятки, есть подарок, он отмечен крестиком, а значит, тут есть подарок, так-так-так-так, и давайте найдём его, блин, на самом деле, воровать подарки интересно, но не в реальной жизни, ни у кого, ребят, не воруйте подарки, пожалуйста, в реальной жизни, это может плохо закончиться, так, давайте-ка, вот на этот дом тут есть подарок, и, слушайте, тут, а, господи, я не на себя всё это время смотрел, Нет, тут нет подарков, можно, ребятки, забивать и бежать, например, вот в этот дом, вот тут вот есть подарок. Вот тут вот есть подарок, ребятки, какой-то только вот вопрос, где его главное найти этот подарок, потому что где-то он рядом, где-то он здесь. И я хочу, очень хочу его найти, если я, честно, найду, я ещё одну катку сыграю, ребятки, честное слово. О, тут ещё один Гриш рядом со мной бегает, 10 секунд. Всё, ребятки, видимо, я не нашёл подарок, видимо, я всё, слит и так далее, там потом. Ну, хотя бы я занял третье место, ребятки, и мне в этом очень-очень повезло. Всё, конец игры, вы пришли третье место. О, какой кривой перевод, но ладно, как говорится, ничего страшного. Кстати, я не заметил, я был красным Гринчем, ребятки, я, конечно, Гринч зелёный, но я был красным Гринчем, а это значит, что я Компот, я красный, все дела. Сейчас я попробую занять второе место, надеюсь, всё получится. Ну, а теперь давайте поговорим о чём-нибудь ещё интересном, например, о моих планах на 2021 год. Вот, ребятки, подписывайтесь на канал Компот, что я вам могу сказать, просто подпишитесь на него, потому что там будет нереальный разрыв в новом 2021 году. Серьёзно вам говорю, там будет такая жесть, я уже готовлюсь к этому. Я уже нереально готовлюсь к этому, потому что там будет просто Unreal, просто Unreal, поэтому подписывайтесь. Я уже в чате спонсоров как-то раз говорил, типа, что там будет жесть полная и нереальная, но я не сказал какая, и не скажу, ребятки, вы сами увидите это всё, вы сами это всё узреете, сами это всё поймёте. Так, ладно, погнали отсюда подальше, чтобы мне показалось, или там подарок, 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 подарок. Вот, поэтому, ребятки, ну, давайте заспойлерим уже что-нибудь. Блин, как бы так завуалированно заспойлерить, потому что, блин, ну, тут невозможно заспойлерить так, чтобы вы не догадались. Невозможно. Ну, скажем так, вы кое-что, кое-где будете играть, кое-что услышите, кое-что примерите и так далее, там потом, блин, ну, вы всё поймёте уже, всё. Всё, короче, у меня смс какая-то пришла, не буду читать, потому что я играю в Grinch Simulator. Я на втором месте, как и говорил, как и обещал, ребятки, я на втором месте. Так, хорошо, эээ, тут какой-то Grinch бегает, тихо-тихо, подарочек мой, мой подарочек, а ну не трошь, а ну не трошь. Ребятки, у меня иногда вот такой вот интерес, они не замечают специально подарки или они слепые? Даже я, слепошарый чувачок, нахожу какие-то подарки, нахожу всё равно. Я на первом месте? Вау, ребят, я не знаю, у меня с вниманием всё было фигово, всегда, всю свою жизнь. Так, давайте ориентир поймаем, например, вот этот вот домик. Тут, в принципе, да, тут... Подарок, 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 где вход в этот дом, я хочу в этот дом, тут есть подарки, тут есть подарки. И, ребятки, хочу попасть в этот дом, но не знаю как. Серьёзно вам говорю. А, кажется, я знаю, вон там чувак смотрит уже за этим подарком, хочет его взять, но фиг мы, видимо, туда, ребятки, попадём. Видимо, как-то через крышу надо проходить. Тут есть подарок, давайте заценим. Нет, тут вообще уже нет никаких подарков, ребятки, нужно бежать в другую сторону карты. И давайте поэтому прибежим. Блин, я очень боюсь, что меня выгонят, ребятки, с моих мест. я очень сильно этого боюсь и очень сильно этого не хочу. Только я не понимаю, как войти в дома. Серьёзно. Вот это вот я немного не понимаю, потому что все дома, что-то они тут какие-то закрытые, заваренные, заброшенные и так далее и тому подобное. Только через окна можно будет заходить. Так, тут у нас есть подарок, а я даже не буду карту смотреть. Я вижу, что тут просто-напросто полно. Ребята, а я отрываюсь. А я-то отрываюсь. Роман Компота идёт в отрыв, но там меня тоже догоняют как бы люди, как-никак. Поэтому давайте будем оперативнее вообще играть. Ну так вот, по поводу жести. Будет реально жесть. Я планирую развиться вообще во всех сферах. Реально, во всех сферах, которых раньше я не развивался. На самом деле я очень скептически, когда пришёл на ютуб, очень скептически относился ко всему. Я считал, что я буду только майнкрафтером и всё. То есть не буду больше ни на что заскакивать. Вот вообще. Вообще. Ну в принципе я сейчас того же самого придерживаюсь и придерживаюсь того же плана, что рекламы никогда не делал и не буду, ребятки, но кое-что вас удивит. Нет, это не рекламный проект. Даже не думайте так обо мне. Даже не надо, ребятки. Да, даже не надо. Иначе я обижусь. Не будет никакой рекламы. Всё будет чётко, ребятки. Всё будет по красоте красиво. Я хочу в этот дом! Как мне попасть в этот дом? Эй, меня сместили. Меня сместили, причём очень жёстко. На 9 очков. Да, сколько там? Блин, я не вижу. А, там уже намного больше, чёрт возьми. Так, хорошо, окей. Мне точно, меня могут ещё перебить второе место. То есть как бы, меня могут выгнать со второго, а я вообще не хочу, чтобы меня выгоняли со второго. Блин, ребятки, нужно по карте бежать отсюда. Я пропустил подарок. А ещё удивлялся, что люди с Липошарой тут играют. Не-не-не, я сам такой, ребятки. Я их друг, как говорится, да, собственно. Так, шо тут у нас есть? Шо вот у нас на этой территории есть? У нас на этой территории дофига домов с дофига подарками. 30 секунд. Я надеюсь, что я хотя бы что-то успею тут надыбать. Давай, хотя бы один подарочек я должен успеть. Хотя бы маленький один подарочек. Я очень хочу его успеть. Блин, такой динамичный ролик, на самом деле, получается. Мне он очень нравится. Так, тихо-тихо-тихо. Подарки-подарки. Ребят, если я заметил, если я не заметил подарки, то пишите в комментариях, потому что иногда у меня такое бывает, знаете? Типа, не заметите подарок. 10 секунд. Ну всё, ребятки, я уже занял второе место. Я думаю, пожалуйста, один подарок человеку остался, он меня сместит. Нет, 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 и... Как я и обещал, ребятки, я занял второе место. Теперь давайте прописываем лобби. Выходим. Я хочу, ребят, с вами попрощаться. Спасибо большое, что смотрели этот канал. В этом году на нём вышло очень много роликов, но под конец года чё-то серьёзно как-то вот уже пошло, знаете, вот как, не знаю, пропустить школу. Типа, один урок пропускаешь, и такой думаешь, блин, круто. Второй урок пропускаешь, третий урок пропускаешь, четвёртый урок пропускаешь, и у тебя появляется время на что-то более полезное, так сказать. Вот такие вот дела. Вот тут такая же история, такая же точность и история с каналом Пирожок с ничем. То есть я снимаю на компот, заснял, у меня ещё, допустим, свободных 3 часа, и я такой думаю, блин, вот на канал Пирожок с ничем. Сейчас нет у меня идеи, у меня немытая башка, нету подходящей одежды сейчас в гардеробе, да и как-то по свету тускло, как-то не хочется сейчас себя полить на вебку, может на заднем плане грязно. А на канале Компот уже придуманы идеи, и она просто лежит у меня в блокноте. И я думаю, вы понимаете логическую связь, что я выберу, как говорится, ребят. Но надеюсь, что в следующем году будет больше роликов на этом канале. Я надеюсь, потому что я планирую всесторонне развиваться на всех каналах, так что всем удачи, ребят, всем спасибо, и всем пока. С вами был я, Роман.